Всем привет! С вами Мисс Апаш и я продолжаю прохождение Horizon Запретный Запад. В прошлом видео я зачистила 4 лагеря мятежников и поговорила с Эрендом, чтобы найти последний, 6 лагерь, 1 кузня. В этом видео я зачищу этот лагерь, получу за это легендарный охотничий лук Бич Солнца и завершу цепочку заданий с Таланой, выполнив побочное задание в поисках ответов. За это я получу охотничий лук Молния. Итак, я нахожусь в убежище рядом с местом начала задания, где я должна встретиться с Эрендом. Туда я собираюсь прыгнуть на щит крыле, поэтому забираюсь чуть-чуть повыше. Ставлю меточку и спускаюсь. База сынов Прометея должна быть где-то неподалёку. Нужно сказать Эренду, что я здесь. Привет, Эренд. Я рядом с базой Озеры. Ты придёшь сюда? Уже иду. Ну, готовы разобраться с очень неприятными Озерам? Сначала нужно попасть внутрь. Нас обязательно заметят. Твоя броня. Почти такая же, как у них. Бойцы, будьте начеку. Ты кто? Тот, кто поймал Нора, которую разыскивала Озера. Вот кто. Мы тебя не знаем. Как по маслу. Как-нибудь повторим. Идём. Нужно найти Озеру и покончить со всем. Избежать её людей будет нелегко. Мой молот наготове. Не высовывайся. И следуй за мной. Алло, я вижу. Так как на задание я иду с Эрендом, то мне придётся заботиться о том, чтобы он не пострадал. Иначе задание без него не продолжить. Поэтому я выбрала тактику скрытной дальней атаки, чтобы предотвратить ближний бой и не подставлять Эренда. Для этого я использую пробивные стрелы. Иногда одной стрелы может не хватать. Это относится в первую очередь к бронированным мятежникам. Поэтому будьте готовы. Вот троих я уже убрала. С этой стороны у нас два мятежника. Один на вышке, а один внизу. Лучше, конечно, начать с того, кто на вышке. Чтобы он не заметил тело. Но это ещё не всё. Я тут насчитала 18 мятежников. И они будут появляться в поле видимости по мере прохождения. Вот ещё. Теперь снова отмечаю всех. И отсюда потихоньку с ними расправляюсь. Лучше, конечно, чтобы тела не замечали. Но это не всегда может получиться. Ещё один готов. А вот бронированный. Видите, одной стрелы не хватило. Поэтому его нужно тут же добивать. И вот ещё тяжело вооружённый мятежник. Тоже одной стрелы не хватило. Приходится пополнять. В этой зоне со всеми мятежниками я разобралась. Их было 10. Теперь мне нужно перейти в следующую зону. Ресурсы и трофеи я буду собирать позже. И это я уже не буду показывать. Тут достаточно потом всё осмотреть внимательно. Тут также использую скрытую дальнюю атаку. чтобы не подпускать никого близко. В этой зоне у нас получится 8 мятежников. Вот был бронированный. Понадобилось 2 выстрела. Теперь мне нужен тот, кто выше на вышке. Иначе, если он спрячется, то за ним придётся долго охотиться. А вот тут с правой стороны ещё остался одинокий мятежник. Его убрали. Осталось 3. И последние стоят двое вместе. Поэтому я начинаю с бронированного. Пока тут очухивается, стреляю во второго. Ещё один! И добиваю первого. В итоге меня никто не заметил. Кажется, это всё. Но я не вижу озеру. Она должна быть где-то здесь. Я вроде видел двери в дальней части. После этого можно всё тут собрать. Все ресурсы, трофеи. Я это показывать, как я уже говорила, не буду. Я всё это уже сделала. Поэтому я направляюсь к двери. Её нужно открыть. Но я здесь что-то растяжки не увидела. Я надеялась, что ты придёшь, Нора. Будь мои люди столь умелы, как ты, я бы давно уничтожила Карха. Жаль, что придётся тебя убить. Довольно игр, Хазера. А вот тебе совсем не жалко, болван. До встречи. Она хотела меня обидеть. Найдём её. Не так быстро. Она разрушила мост. Надо найти другой путь. А другой путь у нас находится с левой стороны. И здесь как раз понадобится Эренд. Здесь сквозняк. Там есть ещё один проход. Жаль, что до него не добраться. Подожди-ка. Значит, я ошиблась. Иногда и от меня есть польза. Так что без Эренда тут вы не пройдёте. А вот тут я поторопилась. Видите, у меня немножечко снесло жизнь. Поэтому тут нужно проявлять осторожность. Подожди. Она же заманивает нас в ловушку. У нас нет выбора. Мог бы сообразить. Идём. Кстати, если вы сорвались вниз, тут можно вернуться назад, выплыть и снова прийти к этому месту. Так что это не тупик. Двигаемся дальше. Перед боем с Азерой у нас будет возможность подготовиться. Чем я и воспользуюсь. Похоже на загоны для машин. В первую очередь я восполню боеприпасы, изготовив их на верстаке. А также я собираюсь сменить броню. Для битвы лучше всего подходит броня с восстановлением выносливости и оружейной выносливостью плюс. Поэтому я поменяла её на лесник Азера и поставила соответствующие спирали. Так как забегу вперёд, Азера будет нас стрелять плазменными стрелами, поэтому я его усилила защитой от плазмы. А вы не спешили! Мы не можем дать тебе закончить то, что начал Дервал. Всё закончится здесь! Смешно! Я хотела сказать то же самое! Сначала нам придётся справиться с загонщиками. Для этого я использую электрические стрелы, так как их два, чтобы сразу парализовать. А теперь вход идёт шипомёт с усиленными шипами. И я сразу расправляюсь с двумя, а теперь прячусь. Во время передышки быстро пополняю выносливость с помощью еды, но это может быть и зелье сверх выносливости, и использую прилив отваги усиленные выстрелы. У меня второй уровень, при этом урон повышается на 170 процентов для первых четырёх выстрелов, в том числе для шипомёта. Но, как вы увидите, мне хватит и трёх выстрелов шипомётом, конечно, с навыком ускоренный шип. Я целюсь в озеру. Тут есть сложность, её пометить нельзя, поэтому придётся её разглядывать в тумане. Снова восполняю выносливость и использую третий ускоренный шип. и на этом всё. Ну, конечно, как вы видите, мне прилетело плазменной стрелой. А сейчас лучше собрать все трофеи. Почему-то после разговора с Эрендом один загонщик пропадает. Ну, во всяком случае, у меня так было. и теперь направляюсь к озере, вернее, к её телу. Там есть очень важный трофей, ради которого я сюда и шла. И почему в первую очередь решила зачистить лагеря мятежников. Здесь есть также запись. глифы письмо мертвому, где Азера пишет письмо своему погибшему отцу. Это немножко рассказывает о ней. Ну, и вот то самое легендарный охотничий луг бич солнца. Теперь можно поговорить и с Эрендом. Ты как? Красные набеги, смерть моей сестры, армия Азеры. Кровопролитие нет конца. Как и всей этой боли. Надеюсь, теперь всё. Я тоже. Но ты молодец. Я не шучу. Без тебя бы мы не справились. Я рад, что помог. Хоть в этот раз. Пойдём обратно? Иди вперёд. Я хочу здесь осмотреться. Убедиться, что Азера не оставила никаких сюрпризов. Ладно. Тогда до встречи. Я бы сейчас выпил. На этом задание первая кузня завершено. Давайте посмотрим на новый луг. Это самый мощный стихийный луг. У него есть три вида стрел огненный, морозильный и кислотный. При этом сразу есть два навыка и можно поставить три спирали. Теперь у меня из стихийных стрел не хватает только водяных. А вот как раз они есть у охотничьего лукомолнии, за которым я сейчас и пойду. Для этого нужно выполнить побочное задание в поисках ответов. Поэтому я переместилась в нигдешний лагерь, где мне нужно поговорить с Таланой. До этого я уже выполнила побочное задание горящие цветы. Так что могу продолжать. Талана должна быть здесь. Талана, ты добралась? все благодаря тайному проходу от лагеря. Удобно. Тайный проход? Говорить о таком потише. Или к вам в гости пожалуют много озерам. А ты кто? Это Рогурт. Он разведчик каравана. Говорит, Амадис был тут. Присоединился к походу прямо перед тем, как мы пошли через туннель. Когда мы разбили тут лагерь, я немного разведал местность и преподнес Тенакт знаки доброй воли, чтобы нас пускали на их земли. Амадис просил меня поспрашивать о месте под названием Гниль. И что ты выяснил? В основном это тюрьма, в которой Тенакт держит пленников. Далеко на западе, рядом с Колючей Топью, столицей Долинников. И вскоре он отправился на поиски. Что один? Я пытался его остановить, но он сказал. Амадис говорил что-нибудь? Зачем ему эта гниль? Кажется, нет. Он был неразговорчив. Похоже на него. Он нормально держался? Более менее. Он был потрясен, когда узнал, что туннель за нами обрушился. Но по правде все мы тут были в шоке. Значит, ты разведчик? Расскажешь об этих землях? С чего начать? К югу отсюда трое озерам пытаются найти сокровища в песках руин. Морланд и его балаган. Да, так его зовут. А не та еще компашка, я тебе скажу. Ну и есть еще ребята, которые ушли от нас, как только мы перебрались через туннель. Искатели мусора и приключений. Всякий подобный сброд. Сколько же вас сюда отправилось? Устанешь считать, это уж точно. еще я заметил несколько мятежников. Похоже, они патрулировали пустыню. В палящем копье Тенакт рассказывали, что у них поднялся мятеж. Это столица клана пустынников. На севере. Похоже, ты неплохо узнал местность. Это мой хлеб. Спасибо, Рагут. Ты нам помог. Найдите парня. Ладно, я в колючую топь. Встретимся... Подожди. Что? Ты так легко решила отправиться в самую глубь земель Тенакт? За этим парнем? Конечно, он совсем один на запретном западе, я беспокоюсь. Сдается мне, это не все. Встретимся у столицы клана долинников. Но там ты расскажешь мне, кто Ладно, буду ждать к северу от деревни. Увидимся. Но прежде чем продолжать, предлагаю послушать слухи. Все говорят о каких-то людях, которые ездят на машинах. Если думаешь пойти на юг, туда, где обосновались парни Морлор, подумай еще. Сюда заходили сестры, что шли туда. Одна из них едва не разнесла весь этот клятый лагерь. Уверена она не хотела. Надеюсь. Итак, у нас есть новое побочное задание «Взрывай или ломай». И для этого нужно вернуться в поселение Морландо. Здесь же я попробую улучшить легендарный луг Бич Солнца. А для этого я набрала все необходимые ресурсы для максимального улучшения. «Взрывай» также я могу улучшить взрыв прощу бастион до максимального уровня. и нитемет собирателя. Всеми ресурсами я до этого запаслась. А теперь перемещаюсь в колючую топь. луна находится недалеко от этого поселения. И тут же сразу заранее подготовлюсь к прохождению задания. Я знаю, что с первым я буду биться с огнеклыком, поэтому выставила в свою броню лесник озерам спирали от огня. А теперь прямиком к месту встречи с Таланой. Она находится за этим деревом. колючая топь. Ну и вид, правда? Никогда не думала, что заберусь так далеко на земле Тенакт. Были неприятности? Я стараюсь не попадаться. Пару раз сидела в болоте, пока мимо шел патруль Тенакт. Что ж, я пришла. Выкладывай. Это Тамадис. Кто он? Как я говорила, он помог мне справиться с той машиной, убившей охотников. Сперва он считал меня из дома, думающий лишь о добыче и трофеях. А я считала его дремучим лесным отшельником. Но потом он открылся мне, рассказал, как красные набеги отняли у него всё. Я взглянула на него иначе. Всё изменилось. Ты любишь его? Да? Ну, пожалуй, да. Но почему вы разделились? Когда он рассказал, что не смог спасти дорогую ему женщину, я поделилась тем, как примирилась со смертью отца и брата. Он решил тоже отпустить прошлое, побыть один. Стой. Когда мы обыскивали то поле боя, ты сказала, он потерял кого-то близкого. Я думала, боевого товарища. Так и было. Женщинам нельзя служить в армии Карха, но Несса ради этого переоделась мужчиной. Амади сохранил тайну. Перед тем, как отправиться на запад, он обещал прислать весточку, но ничего не пришло. И ты решила искать его? А когда найду, я выскажу ему все, что думаю об этом его исчезновении. Что ж, теперь я вроде бы все поняла. Амади думал, Несса погибла в бою, но когда узнал, что Тенакт увели пленников на запад, пошел туда. И теперь мы ищем тюремный лагерь. Гни. Я провела разведку, пока ждала. Кажется, я знаю, где это. Тогда веди. Пленники Карха со времен красных набегов погибли или вернулись домой. Тогда чего хочет Амадис? Наверное, просто убедиться. Сейчас нам нужно просто следовать за Таланной или придерживаться этой дороги, которая нас приведет к растяжке. Тут и начнется следующий этап. Беги сюда, мешок сжженого мусора. Это он. И его догоняет огнеклык. Один он не справится. Скорей. Я использую электрические стрелы. Для огнеклыка нужно две таких стрелы. А теперь использую ускоренный шип, целясь в емкости с огнежаром. Еще один взрыв. опять ускоренный шип и снова же электрические стрелы, чтобы не дать ему провести никакую атаку. Тут, кстати, снова же можно было использовать прилив отваги мастер стрельбы или усиленные выстрелы. Но вот мне удалось справиться без этого. И на этом все. Конечно же, после боя соберите все трофеи, а потом уже можно поговорить со всеми. Талана, ты Амадис? А ты значит Элой? Талана рассказывала о тебе. И ты, наверное, про меня знаешь. Немного. Мы знаем, что ты шел к гниле. Но что ты хотел там найти? Зацепку. Или ее подобие. Хоть что-то о судьбе Нессы. Может, она погибла в битве. А может, сгинула в той тюрьме. Я должен это узнать. Талана рассказала о тебе, Нессе и красных набегах. Что ты хранил тайну? Нас не определили в отряд Южного Копья. Нам было приказано пройти на земли Тенакт через туннель. Сперва она гордилась службой Дому Солнца. Но когда начались все те зверства, мы оба поняли, чем были набеги. И тогда вы сблизились? Мы делали все возможное, чтобы защитить невинных. Казалось, только мы одни возражали против этой бойни. И мы были близки до самой битвы горящих цветов. Что случилось в битве горящих цветов? Мы узнали, что силы Тенакт больше, чем мы рассчитывали. Я пытался убедить командира отменить атаку, но он был тупым пьяницей. И когда я пригрозил сообщить о его слабости командованию, он вонзил в меня нож, и я убил его. Самооборона. И все же убийство. Я был приговорен, но я решил, что я хотя бы могу спасти Нессу. Я опоздал. Когда я добрался до поля боя, все пылало, а все наши солдаты были уже мертвы. Кроме того, командир, которого я убил, был из могущественной семьи. За меня назначили награду. С тех пор я в бегах. Красные набеги в прошлом. Ават помиловал бы тебя, если бы... Король солнца мне не поможет. Помилование от Авата не остановит охотников за головами. Значит, вы с Таланой... Похоже, вы пережили то еще приключение в Диких Землях. Загонщики, убийца охотников, наемники, бронезуб. Ничто не могло ее остановить. Растрепанный лесной отшельник пытался. Как оказалось, очень зря. Что ж, теперь мы здесь. Отправимся к гниле. Я не могу просить вас о помощи. Вы и так слишком много сделали. Не для того я добиралась сюда, чтобы уйти сейчас. Мы пойдем вместе. Я знаю, что тебя бесполезно отговаривать. Идемте. Гниль недалеко. Как ты ее нашел? Подслушал, что говорили патрульные Танакт из местной деревни. Дальше разобрался. И что бы ты стал делать, если бы мы тебя не нашли? пошел бы один? Всего-то нужно допросить стражника. Думал, подстерегу кого-нибудь, оставшегося в одиночестве. Ну, теперь с тобой мы. Мы приближаемся. Осталось немного. много. Вот и она. Гниль. Это мятежники Регалы. Они ведут войну с остальными Танакт. Похоже, они захватили тюрьму. Тогда они убили всех стражников. Только они могли знать, что стало с Нессой. Может и нет. Внутри могут быть какие-то следы. Даже через столько лет Элой может видеть больше нас с тобой. Тогда вперед. Любой шанс лучше, чем ничего. Нам нужно найти другой вход, а передние ворота закрыты. И перебраться через стены мы не сможем. Вы будьте тут. Я попробую отыскать другой путь и открою ворота. Надо проверить со всех сторон. Может есть путь по воде. Но прежде чем идти дальше, я поменяла спирали. И ставлю спираль увеличения урона при скрытой атаке дальнего боя и усиление бесшумной атаки, которые более подходят для зачистки лагеря мятежников. А теперь нам дали подсказку, что нужно зайти с воды, и я обхожу лагерь с левой стороны. надо открыть главные ворота для талана и амадиса. И вот тут уже мятежники. Тут они все в куче, поэтому я решила всех заманивать поодиночке. Ну и конечно слежу кто заходит с какой стороны. Дожидаюсь второго. и снова бросаю камень. Вот третий и остался здесь последний. так эту зону я зачистила. Теперь смотрю и помечаю других мятежников. Тут есть также тяжело вооруженные, но я постараюсь использовать бесшумную атаку. и забраться выше можно по крыше. Но тут их два, поэтому я разбираюсь сначала с этим. Наверное пора впустить Талану и Амадиса. В этой броне нужно перепрыгивать аккуратненько, иначе он может услышать. Это все-таки не зимнее одеяние у Тару. И бесшумность тут не такая хорошая. К этому я также решаю подобраться потихоньку. Дверь заперта. Нужно найти ключ. Но сперва надо впустить Талану и Амадиса. Тут я решила все-таки сама всех сначала убрать, а потом запустить Талану и Амадиса. И осталось уже всего трое. Снова бесшумная атака. И два последних мятежника. Один из которых тяжело вооруженный. для этого я использую лук с пробивными стрелами. Хотя возможно тут и обычной высокоточной хватило. Наверное сбежали, когда нас увидели. и заманиваю бронированного в траву. Вот и все. Надо открыть главные ворота для Талана и Амадиса. На этом со всеми мятежниками покончено. Теперь откроем ворота. Давай, давай. довольны чужеземцы. Это устройство вызывает машину. А вот и откуда-то объявился последний. Который к сожалению успел вызвать Волногрыза. Я снова ставлю более подходящие спирали и сейчас это защита от урона воды и решила попробовать уверкливость. Может пригодится. А теперь использую электрические стрелы. Две стрелы достаточно. И шипометом мечусь в мешки с водой. Я хочу не дать позволить ему вообще двигаться. Снова две электрических стрелы и целюсь в другую емкость с водой. еще раз электрические стрелы и бегу к другому мешку с водой с другой стороны. Но кстати с применением прилива отваги мастер стрельбы или усиленные выстрелы это было бы быстрее. Тем не менее я не дала ни разу Волногрызу совершить атаку и теперь его благополучно добиваю. Ладно. Кажется с ним покончено. Эй! Там кто-нибудь есть? Слышите? Давайте зайдем. Вот. Заперто, но у последнего мятежника был ключ. Карха нас спасли? Сколько еще будет унижений? Они не виноваты, что вас заперли в вашей же тюрьме. Я ищу информацию о солдате Карха. Она могла быть тут пленницей пять лет назад. Ее звали Несса. Карха Несса была здесь. Я убила ее. Несса? Я сейчас. Охраняйте тюрьму. Это же ты, да? Несса, как? Почему? Ритакка. Давай разберемся. Ты была Нессой? Ты попала сюда во время красных набегов, а потом стала Тенакт? Женщинам Карха нельзя служить в армии. Всю жизнь я притворялась, стыдилась того, кем была. Но для Тенакт важны лишь сила и решимость солдата. И я стала одной из них. Несс, Ритака, пять лет я оплакивал тебя. Почему ты не сообщила, что жива? У меня новая жизнь, и я забыла прошлое. Даже тебя, Амадис. Слушая рассказы Амадиса, я бы и не подумала, что ты можешь его забыть. Это было пять лет назад. Я не бросал тебя. Перед битвой я пытался отговорить Гидаю от атаки, но он не стал и слушать. Я его убил. Он получил по заслугам. Я прибежал на поле боя искать тебя, но к тому времени тебя там уже не было. Я не знала. В любом случае, я скорбела, а потом забыла. Если тебя привели в качестве пленной, как ты стала Тенакт? Я знала, что рано или поздно Тенакт убьют меня и всех остальных пленных солдат. Но как-то один из них остановился у моей камеры, спросил, почему женщина сражалась за безумного короля солнца. И по его речи я поняла, что он был карха. Фашав. Слышала, он погиб на посольстве. Он заслуживал лучшей участи. Других пленников казнили, но он убедил Тенакт разрешить мне сразиться за жизнь. Я прошла через кровь и клинки. Я стала ритакой и забыла о прошлом. Ты долго притворялась мужчиной, чтобы служить в армии карха. Ты не скучаешь по своему племени? Нет. Красные набеги показали, что в сражениях карха нет чести. А когда меня и моих товарищей бросили в эту тюрьму, мы знали, что за нами не придут. Я бы пришел, если бы знал. Так даже лучше. Ведь я поняла, что под броней карха билось сердце Тенакт. Но если ты стал Тенакт, как же ты снова оказалась в камере? Моему отряду приказали отбить гнилю мятежников Регалы. Мы не смогли. Если учесть, как сильно Регала ненавидит Карха, странно, что ты еще жива. Ты права. узнали бы убили. Но мало кто помнит, кем я когда-то была. Что вы будете делать? Ты отвоевала, гниль. Теперь наш отряд будет ее охранять. И это все? После всего, что у нас было, мы прощаемся? Так правильно. Мое место всегда будет здесь, а твое на востоке. Мне жаль, что ты страдал. Ты заслуживаешь лучшей жизни, чем последние пять лет. Теперь вас не тронут в землях долинников. Считай это последним даром Нессы. зато теперь ты знаешь правду. И от этого мне еще больней. Ты считаешь меня болваном? Нет. Думаю, тебе стоит о многом подумать. Мы вернемся обратно в Дом Солнца, а там я не знаю. Да Лана, я понимаю. Мне жаль, что все так вышло. И мне. Дай нам с Илой поговорить. Ты в порядке? Если честно, нет. И что будет между вами? Я не знаю. Ему явно нужно разобраться в своих чувствах. А я не хочу быть заменой кому-то. Прими это в подарок за то, что поддержала меня. Ты дрозд достойный любого ястреба. И хорошая подруга. Ну, тогда пора прощаться. Ты пойдешь на восток? Думаю, я побуду немного в свете пустоши, а потом вернусь в Меридиан. Если будешь в тех краях, найди меня там. Хорошо. Доброго пути, талана. На этом побочное задание в поисках ответов было выполнено. И за это я получила охотничий лук молния. Предлагаю посмотреть на него сначала. Навестите ее, как попаду в свет пустоши. Ей сейчас не помешает поддержка. У этого лука исходно только электрические стрелы, но они имеют меньше стихийный эффект, чем у моего легендарного лука тень искателя смерти. Меня же интересуют водяные стрелы, которые становятся доступными при улучшении до третьего уровня. Но я еще покажу все этапы улучшения этого лука. Но сначала трофеи, которые я уже собрала, но хотела показать один момент. Тут есть запись. это информация о мире отдел жалоб, просто чтобы добавить в свою записную книжку. Ну а теперь мне нужен ближайший костер, чтобы сохраниться и на этом я собираюсь завершить это видео. В следующем я улучшу охотничий лук молния, побывая в ближайшем поселении, новом поселении, которое еще не показывала и продолжу свой путь. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. И удачи вам с прохождением! Субтитры 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 Субтитры